Для всех подразделений алгоритм действий, программное обеспечение, это дало свои результаты. Сегодня практически каждую неделю происходит 2-3 задержания дистанционных мошенников, причем наши сотрудники научились доставать их в самых различных регионах России. Но не меньше работы и на улицах. Рустам Мениханов призвал полицейских активнее взаимодействовать с Росгвардией и ЧОПами. Безопасность населения в приоритете у президента страны. Владимир Путин не раз подчеркивал, на улицах, городов и поселках, в своих домах, люди должны чувствовать себя спокойно. Я обращаю ваше внимание на следующие приоритетные задачи. Прежде всего, это обеспечение безопасности граждан и общественного порядка. Сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Продолжается работа по борьбе с организованной преступностью. Хоть на дворе и не 90-е, за год раскрыли больше 300 групповых преступлений и больше 700 совершенных членами преступных формирований. Снимать со счетов проблему организованной преступности явно преждевременно, она никуда не исчезла. Да, задавлена, но ищет любые пути вернуть себе былое влияние. Напомню о дерзком нападении на торговый комплекс «Алтын» в Казани, совершенном в марте прошлого года. ЕБДД республики в связи с сокращениями потеряет 190 сотрудников. В правительстве уже знают, как это компенсировать. Руководством республики принято решение компенсировать данное сокращение путем выделения дополнительных еще 165 единиц муниципальных служащих. Следующих задач силовиков – безопасность и правопорядок на выборах 18 марта. Будут попытки раскачать ситуацию в преддверии выборов президента России. Мы должны быть готовы обеспечить должный правопорядок и дать людям спокойно проголосовать. В минувшем году сотрудники МВД обеспечили безопасность более 3,5 тысяч мероприятий, самым крупным из которых стал Кубок конфедерации. Но этот год ставит задачи еще сложнее. Впереди работа на президентских выборах и чемпионате мира по футболу. Лена Синатольевна, Игорь Романов, ТНВ «Казань».